От первых боев до последних Орден привинчен к миллионной груди. К юным наследникам октября обращается один из старейших революционеров Николай Александрович Морозов. Общество старых большевиков вместе с вами, с вашей организацией будет принимать участие в выковке новой молодой смены нашему уходящему поколению. Когда мы начинали дело, мы были одиноки. Мы знали друг друга во всех концах России. Чтоб нас было мало, то теперь, когда вас миллионы здесь, у нас в советской стране, и миллионы там, на всем земном шаре, если вы загоритесь тем величайшим огнем, который привел нас сюда, в ваши ряды, вы совершите величайшие чудеса. Пред нами задача была проста, свернуть голову своей державею. Его нет. Пред нами была задача проста, дать власть народу, волю, землю. Она совершена. Пред вами другая. Организовать труд свободного человека. Организовать защиту Советского Союза и Совета других стран. Создать нового человека. Красным отчаянным чертом и в будущих битвах крой. Сожги с рабочим почетом, а знамя Орден Второй, с массой миллионной сердца само, краснознаменный вперед, комсомол. В январе 1929 года «Правда» опубликовала статью Ленина, как организовать соревнования. В годы Гражданской войны комсомол трижды объявлял всероссийские мобилизации. Теперь, в 1929 году, была объявлена трудовая. Новым именем героизма стало слово «ударник». Вы видите кадры из фильма лауреата Международной Ленинской премии мира Юриса Ивенса «Песня о героях». Солдат переднего края. Сегодня мы встретили его в борющем со Вьетнамом. Слушайте, как в сражающем Саханоэ вспоминает Ивенса о героических буднях «Магнитки». В 1932 году я приехал, чтобы снять фильм о Советском Союзе. В это время Магнитогорска, как города, еще не существовало. А был только лагерный городок, состоящий из бараков, где жили рабочие в очень тяжелых условиях и поистине революционеры. Большую часть строителей составляли комсомольцы. Главной темой нашего фильма было не только строительство комбинатов. Мы хотели показать формирование человека нового социалистического общества. Слушайте, говорит Москва. Начинаем всесоюзную комсомольскую радиоперекличку. Партии правительству рапортуют рабочие Москвы. Пущены в ход новые гиганты промышленности. Шарико-подшипник, автомобильный завод и другие. Им нужен металл. Выпускает конвейера новые партии тракторов. Сталинградский тракторострой. Ждет от Магнитогорска высококачественного металла. Отвечает Магнитогорск. 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 Как фамилия? Афанасий. Сколько лет? Девятнадцать. Откуда прибыл? С колхоза, из-под Самары. Был пастухом. Венпартии. В комсомоле. Караганда-данкильдер. Миссель-данда. Данда, шахтада, монтёрный, шлидер. Им казались слова, я не ел, я устал, Пережитками лексики старой. Но зато аж под самое небо взлетал Афанасьев такой, с-под Самары. Боевые, штурмовые ночи Спаска Остались в песне. Но комсомольский штурм продолжался. Вот она, штурмовая ночь магнитостроя. Урау, урау, а грешно ягарал. Урау, урау, у сильный едет рау. Сокладия садовала. Дей, дай, 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 Сокладово отрепил. Все Conan. Дер. Урау, ура, ура. Сокладия садовала. Урау, ура, урау, урау, οραу Урау, урау, а грехно Growl И на белый дверь services Ура! Ура! Железная руда, Ура! Ура! Отдать горам труда, Но парни я сказал вас, Зачула! Зачула! И за собой ответит, Кто у нас зашедла? Разгонные, бехнивали, Кузнанники, клепатики, Смелеки, клепаники, Путарный слой, Скорымами и гарскими, Строй, мы крыганами, Строй, мы крыганами, Встрой! Горький, госпой! Прихорашивается хозяйка Днепрогесса, знатная бетонщица Мария Белик. А также едут гости. Днепрогесса Мария Белик. 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 Днепрогесса Мария Белик.